Чудеса Божьих Чудеса Божьих Чудеса Божьих Вселенной. Если его бы не было в мире, какими были бы бесполезными эти кучевые облака и журчащие ручьи и распускающиеся почки, взрывающиеся по ночам? Как было бы это пусто всё и неполно без человека, который есть смысл мира? И вот самые главные чудеса – это чудеса, которые Бог творит в человеке и над человеком, а не над, скажем, громом или молнией. Это Богу нетрудно. Пусть там оторвётся континентом или треснет земля, или зашьётся земля опять-таки, значит, или волна утихнет или поднимется. Это Богу нетрудно. Это не важно, в принципе. Это тоже имеет на нас влияние, но это не так уж важно. Важно в нас, что происходит. Но чтобы в нас творить чудеса, нужно наше согласие. Потому что Бог не насильник. Он не волюнтарист. Он нежен. Он прислушивается к нашему сердцу и над ним произвола не чинит. Он стоит рядом. Его взгляд на наше сердце есть укор. И укор сей мы чувствуем, когда мы творим не то, а Он смотрит. Нам стыдно. Но Он не насилует нас, говорит, не делает, запрещает. Нет. Он смотрит, а мы делаем. И потом нам стыдно. И вот чудеса Божии в человеке. Здесь много можно говорить, скажем, об исцелениях, о избавлении от проказа, о воскрешении мёртвых. Главное, об изменении сердца, об изменении нрава, о перемене обычая человеческого. А есть такая категория чудес, которая в Писании часто повторяется. Это избавление от неплодства, когда человек, уже достигший престарелости, такой уже, такой, физической немощи рождает. Это чудно в примере Авраама и Сары. 90 лет было Саре и 100 ее мужу Аврааму, которого она называла господином. И она была неплодна, и он так же. И сегодня бы врачи у них брали анализы, кто из них бесплоден, она или он, потому что сегодня мы думаем по-разному об этом. А раньше понимали, что он не может, или она уже стара. И вот они не имели чада. А что ему нужно еще в жизни, когда он только одно имеет мысль у себя такой утешительной, чтобы был у него наследник. И Господь обещает им чадо, они рождают его в старости. Рождают его, когда у Сары закончилась обыкновенная женская. Она старушка, 90 лет. Подумайте, ведь тогдашние люди послепотопные и сегодняшние это те же люди. Гляньте на сегодняшнюю старушку, скажем там, аравитянку, где-то живущую там в песках Аравии. Она похожа на Сару по типажу. То есть та же одежда, тот же быт, бедуин какой-нибудь, так это древняя старуха. Что в ней там есть для зачатия ребенка? Она вся мертва внутри для того, чтобы вынашивать и рождать, тем более кормить. Там еще же Господь ей молоко дал грудь. И Сара удивляется и говорит, что вот Господь мне такое, сотворил такое чудо, такой смех разберет всех, кто услышит, что Сара кормит грудью. И она не одна такая. Также в старости рождает, к примеру, Елизавета, мама Иоанна Претечи. Эта святая женщина была непорочная, ходящая в оправданиях Господних вместе с мужем своим, и была неплодная. И тоже Бог дает ей ребенка в престарелости, в старости. Это Писание фиксирует. Писание фиксирует рождение от неплодной Анны, которая была за мужем Елканой, и долго была неплодна. Другие жену не урожали. Это были времена многоженства. Она была неплодна. Это была большой болью для нее. Хотя муж ее любил, ее более других жен, но ее утроба была суха. И, наконец, она вымолила себе у Господа ребеночка. Это был Самуил. После молитвы родился Самуил. Он неплодная женщина. А после того уже родились и другие дети. Значит, вот тоже пример такой, вымаливание ребеночка. Слишком хотелось женщине иметь плод своего чрева. Она ощущала себя, знаете, как та игрушка без плода. Такое сухое, ненужное дерево. Такое неродившее сына или доченьку. Также предание нам церковное сообщает об Иоакиме и Анне, о отце и матери Божьей Матери, Богородице Марии, которые тоже были неплодны. Все эти неплодства, эти старческие рождения, имеют свой глубокий смысл. В духовном отношении, братья и сестры, это означает, что человек сам по себе должен ощутить свою бесплодность без Бога. То есть без Бога мы ничто. И нужно понять это. Великий такой, как по мне, человек, известнейший иерарх церковный Вениамин Фитченков, архиепископ, который скончался на покое в Пскопечерской лавре, говорил, что нужно понять, в конце концов, что мы представляем из себя абсолютно ничтожество. И кроме Бога не нужны никому. Вот эту мысль понимали праведники ветхозаветные буквально, когда были неплодны. Они были действительно бесполезные люди и долго ждали этого дара. Потом уже отчаяливались ждать. И Господь давал им, в конце концов, пачи чаяния, сверхнадежды. Это значит дитё, долгожданное в старости. И знаете ли, это образ того, как может заплодоносить бесплодная, сухая земля человеческого сердца? Ты сух, ты горд, ты туп, ты грязен, ты ничтожен, ты безобразен. То есть ты никто, но не отчаивайся, потому что, видишь, и старушки рожают. Бывает так, что, значит, и камень воду точит из себя, и сухая палка зацветает, как жезл ааронов. То есть ты можешь измениться. Можешь. Это великий урок всем унывающим, всем скорбящим, всем тем, кто горько сокрушается о своём ничтожестве. Что вот есть никто. Да не никто. Ты потенциально Сын Божий по благодати. То есть ты можешь великое совершить. Просто ты теперь должен ощутить своё бесплодство без Бога. А с Богом можешь стать цветущим деревом, приносящим свои плоды. Посему, читая об этих всех святых вещах в Библии, а я желал, чтобы вы читали Библию часто, думайте и о себе, как о бесплодном человеке, который пока что ещё ничего хорошего не родил изнутри души своей, но может родить, потому что у Бога нет ничего невозможного. И ещё интересно. Златоуст говорит, что неплодные эти женщины, в старости рождавшие детей, это приготовление мира к вере в то, что Христос родится от Девы. Смотрите, как интересно. В старой женщине всё мертво для чудо-родия. Нет в ней ничего, нет жизненных соков, чтобы семя принять и выносить, и родить, и кормить, и так далее. Она уже мертва для этого. Однако же, совершается это. И это чудо. Девушка, напротив, она вся готова к чудо-родию. Она свежа, юна, полна сил, она здорова. Только она девушка, и нужен ей муж. И здесь есть другая сторона чуда. То есть, со своей стороны она готова рожать, но, как Дева Мария говорит, мужа, не имам. То есть, не познала мужа, как я рожу. Архангелу Гаврилу говорила. То есть, это две стороны одного чуда. Если старец рожает, значит, и Дева может родить. Потому что Бог там творящий чудо, и здесь чудо совершает. Там мертвая утроба плодоносит, и здесь девственные чресла рождают. То есть, это две стороны одного и того же чуда. По великой мысли великого Златоуста эти рождения в старости знаменуют собой приготовление мира, читающего Библию мира, к вере в то, что Христос родится от Девы. Ну, так или иначе, тот ли смысл или иной мы, значит, возьмем во внимание. В первую очередь будем знать, что бесплодны мы, да, но без Бога лишь бесплодны. С Богом можем и быть и успешны, и красивы по плодам. С другой стороны, действительно, все эти чудеса ведутся к одному чуду, к рождению Христа от Девы-Матери. И слава Христу, родившемуся Девы, и молитвами Ея, ее чудными, и непобедимыми, сильнейшими, горячейшими молитвами, молитвами Марии Девы-Богородицы. Надеюсь, что спасемся все мы, все те, кто верит в Христа Спасителя и хочет быть на страшном суде с правой стороны от Него. Вот та краткая тема, собственно, которую я успеваю сегодня открыть в некую меру, чуть-чуть приоткрыть перед нашим мысленным взором, братья и сестры. Ну, а остальное думайте сами, читайте сами, молитесь сами, и Бог вам скажет больше. Добро пожаловать в наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин